Вместо будильников в 7.39 утра 14 января жители Харькова подняли ракетные удары. Особенно громко они были слышны в индустриальном районе города, который с первых дней военных действий принял на себя массированные бомбардировки. Сразу после январских взрывов остановилось метро, пропала связь. Мы на высоком этаже, и дом так, ну когда близко, то прямо так дом аж ходу на дрожит, дребезжит, машина, сигнализация работает. У людей по району воды нет, то есть, то нет, такое электричество ненадолго пропадало. Местные власти заявили, что из четырех взрывов на Харьков были нацелены два, остальные были в области. Оба удара были нацелены на индустриальный район по территории объектов энергетической инфраструктуры. Обошлось без жертв, но не без ущерба. Его масштабы оценивают представители правоохранительных органов, а у харьковчан своя система измерения ущерба. Страшно, переживаем, в подвал спускаемся, как мы, как все. Сейчас нет отопления, и слабо напороды. Из-за низкого напора воды до позднего вечера жители Харькова оставили без централизованного теплоснабжения. С учетом минусовых январских температур, это ощутимо сказалось на каждом жителе. Отопление есть, но слабенькое. Так вот, я заходила еще в квартире к сестре, у нее вообще кто-то еле теплая батарея. Ну вот в этом смысле, чуть прохладнее стало. На улице холодно, как в квартирах вы как? В квартире 17-18. Ну, относительно. Бывает хуже, поэтому уже привыкли, потеплее одеваемся. Местные власти просят жителей Харькова не паниковать и продолжают работать над восстановлением поврежденных взрывами объектов. Через некоторое время после того, как в Харькове прозвучали взрывы, губернатор Харьковской области Олег Сенегубов сделал заявление, в котором обратился к харьковчанам с просьбой не игнорировать сигналы воздушной тревоги. А также пояснил, что из-за повреждения объектов инфраструктуры возможны не только плановые, но и аварийные отключения света в Харькове и области. Лина Миронова, CGTN, Харьков.